всем привет вы на канале марина и цветочные друзья ну а все вместе мы с вами на выставке на выставке растений которая проводится сегодня 30 апреля в новороссийске в торговом центре бон пассаж я начинаю показ со своего места у нас такие в общем три большие группы растений всегда присутствует это пеларгонии суккуленты и колеус а все остальное получается сборная то есть когда что в руки попадет сегодня например сегодня например у меня есть сортовые пеларгонии начинаем черенковать подписывает сорта это сорт рококо сейчас покажу как лучше видно деточку это вот такая роза это розоводная пеларгония у нее крупные розы это плюс и она очень длинноногая вот для цветка это минус то есть нужно ее формировать во время иначе потом придется стричь и резать когда уже куз будет огромным ну фуксии присутствует как цветущие для яркого пятна для привлечения внимания так и небольшие детки укорененные покажу в деточке вот такие очень быстро в садовом центре пересыхают горшочки вчера бодрячком сегодня уже торг подсох а кстати тут вот у меня два таких сорта это денис рококо денис и еще один сорт не знаю как он читается разобудная три крупно с крупными розочками пеларгонии а вот этот сорт он это одна из гейш все стригейшие пеларгонии вот это одна из сестер которая цветет мелкими розочками белыми с розовым с розовой окантовочкой но помимо этого конечно пока сортов немного но вот например это бракат черена до бракат череная есть бракат салман найт коралловая это бракат череная малинового цвета оскальдшилд оскальдшилд сюда вот это межвидовая укоренилась пестролистная вот такая это без названия сорта пока нужно найти сорт но очень яркая листики очень красивые необычная окраска влющились на темно-темно-фиолетовая что еще тут у нас а вот межвидовая вот это укоренилась которые огромным кустом которые я вам показывала это первые у кореняшки уже начинают самостоятельную жизнь цены самые разные предыдущее видео уже снимала так побыстрее то есть не без детального обзора я понимаю что вы больше любите детальный обзор но это у меня физически больше нет сил ни времени не сил делать прямо детальный обзор потому что это занимает очень много времени поэтому извините извините я всегда пишу контакты наших коллекционеров поэтому созванивайтесь спрашивайте цены сорта договаривайтесь о продажах и так далее и тому подобное у меня но пока отпуск а дальше буду смотреть как получится а колес яркие такие сорта а кто по ценам сообразит здесь мы это и вот это тюльпановидная по 300 давай тебе сейчас муж поставит вам в пакетик полиусы по 100 рублей и по 70 рублей более темные сорта более яркие по 100 рублей 100 рублей скопом то есть получается любой из сортов это это будет одно и то же да можно за покрытку можно конечно это трагисканция стыдливая невеста немножко взяли с этого растений да 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 я еще не успела только начала это руселия это образец продаются небольшие кустики это показано как цветет вообще что такое руселия аспарагус хвощевитный но в отличие от обычного аспарагуса который цветет белыми незаметными цветочками руселия цветет заметными оранжевыми цветами такие вот получаются цветущие кисти с красивыми красивыми оранжевыми трубочками из интересных растений можно посмотреть еще дримиопсис пестролистный здесь уже не одна розеточка тут две полноценных детки и один одна детка растущая в садовых предлагаются вигелы, гейферы, хосты, кизильники, барбарисы, жимолость кустовая есть клён фламинго, есть бульданеш, то есть калина бульданеш так это сорт ванкувер с таким желтым листом это бетерфляй пестролистный сорт с махровыми розовыми цветочками много розолинд розолинды такие прямо очень-очень благодарные в уход, то есть откликаются на уход эти герани у них огромные шапки неимоверно мокровые, яркие расцветки то есть прямо все шикардос это сорт живые розы то есть розыбудная пеларгония вот такой сорт в прошлом году уже черенковала его королевская пеларгония растет быстро если ей подходят условия и не цеплять на нее белокрылку то есть вовремя следить обрабатывать, чтобы белокрылки не было видите, у нас чистенький муж добился уже что белокрылка на геранях у нас не живет поэтому я опоздала у меня либо уже куча садовых набрала а, поняла вот такие вот такие яркие цветы с темной серединкой очень красиво смотрятся вот это пинк австраликум розыбудная пеларгония а это на эльгарден это старый сорт, у них такие махровые розочки помимо этого красный стейлор и вот такая королева ну наше цветочное место привлекает, я так думаю наших покупателей цветущими шапками именно розолинды поэтому, если у вас нет этого сорта очень рекомендую один из моих любимых сортов привезли сегодня два сорта бугенвилли белый совсем не видно не посмотрела, что его не видно нужно сейчас поставить его так, чтобы было видно это калина бультанеш но это не огромные кусты она растет до полутора-двух метров то есть если обычная может дорасти и до пяти метров то это такие ограниченные ограниченные высоты и это клён фламинго это наши цветы а, лимончики лимончики обязательно берем с собой а, я видел а, я видел а, я видел вот такие они веселенькие уже весенние растущие лимоны и есть даже цветущие цветет лимон активно очень то есть у него прямо такие кисточки с цветочками и запах у него очень приятный так а мы с вами постараемся сегодня уложиться в две части то есть так быстренько проходим посмотрим, кто у нас здесь участвует сегодня в выставке ещё раз повторяю это Новороссийский торговый центр Бонпассаж находится он по улице Анапское шоссе 39А и мы приглашаем жителей города а также близлежащих населенных пунктов кто успеет к нам приехать это адениумы Виктора и вот здесь получается очень очень большой популярностью пользуются именно вот такие подрощенные детки они тут 400-300 рублей и это сеянцы то есть они могут быть сюрпризными может распуститься цветочек махровый но Витя честно говорит что даже от любого махрового сорта могут быть обычные не махровые цветочки поэтому покупатели вот знают заранее что может быть обычный граммофончик а может быть махровый цветок а вот махровые цветы тоже вот здесь продаются адениумы у которых цветочки вот такие самые разные по расцветке и и по цене тоже от 600 рублей и выше стоят махровые сорта но цвет конечно очень красивый считаются адениумы не сложными цветами но для меня например они сложные то есть у каждого свои простые свои сложные растения это нужно нужно заниматься вплотную растениями чтобы читать о них побольше кто вот скажите мне какой цветок можно поставить и забыть о нем никакой то есть за любым цветком требуется уход поэтому в том числе и за адениумами пожалуйста можно вырастить красоту такую вот видите сегодня барашки продаются сейчас покажу прямо идеального барашка видите так легко достает а я тут дотягиваюсь то есть рост вот посмотрите какой барашек ну прелесть просто прелесть прелестная стоят они две две с половиной тысячи есть дороже наверное ведь есть дороже две две с половиной барашки а пять и восемь тысяч есть большие вот так да 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 то есть разные цены есть адениумы прямо с бутончиками так что приходите покупайте кому нравится ой у марина содрала ценник нечаянно тут поэтому что это барашки именно не прививки а маточники слышали барашки это не прививки то есть это корни собственные такие барашки взрослые уже растения просто они такие миниатюрные красивые а мы с вами перешли к хищникам и эпифитам это у нас теланси и они считаются верни как они являются эпифитами посмотрите какая невесомая прелесть воздушная ой такое интересное растение я вспомнила аватар когда там помните в фильме такие падают падают звезды звезды серебристые вот прямо напомнила сюжет вспомнился теланси растут на ветвях дерева и вот марина сейчас демонстрирует это вот такое вот получается оформлено такое дерево цены на теланси от 350 и выше есть 750 есть 1500 вот такая огромная розетка есть 2000 кудрявая розетка но есть талансия синяя борода 350 рублей там где есть контакты я контакты показываю там где контактов нет вы можете спрашивать но нужно называть или растение понравившиеся четко или минуты секунды чтобы я поняла в каком рабочем месте вы говорите контакты почти все есть вот это контакт марины с хищниками и такими эпифитными растениями ну а хищники вот они в торговом центре у нас сегодня музыка пахнет свежей выпечкой и цветы прямо на входе цветы то есть искать нас тут не нужно вы входите с центрального входа и попадаете в наше объятие так а мы переходим к следующему цветочному месту это валентина и сразу же сразу же в глаза бросается сен северия golden banner тысяча рублей вот такая яркая красивая розеточка очень красивая пестрая пестрая цена нормальная я считаю прямо абсолютно нормальная для этого именно для этого сорта здесь же агланема парадис ред парадайз читается парадайз ред тысяча рублей красивый сорт ух прямо налетай торопись покупай живопись клюзия 1500 вот огромный куст посмотрите я показывала деточек у маши а здесь уже взрослое растение полторы тысячи продается вот сен северия прямо сами глаза туда снова взгляд направляется именно на сен северию да что ж такое почему мне так нравится сен северия но зеленые зеленые объясните в чем притягательность не могу сама себя понять так а я перехожу дальше и тут у нас филадендроны вот наша медуза ой обожаю медузу настолько настолько неприхотливое легко растущее красивое растение что просто приятно и стоит очень приятно 350 рублей всего стоит этот филадендрон есть флорида тоже 300 рублей вот он парадиза а билетау мраморный билетау мраморный 800 рублей ну листик конечно шикарно окрашен но пока еще маленький но он же подрастет все будет нормально бар розум не знаю что это такое бьющее судя по цене это что-то из новых сортов и по цвету золотистый бар розум 1500 не видела еще этого сорта не могу ничего о нем рассказать сейчас покажешь контакт 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 показываю вам контакты кратон голд кинг 300 рублей есть вот сингониум триколор red spot триколор 750 рублей то есть вот такие вот яркие деточки ну если ваша пестрота у вашего сорта теряется то на подсветке она очень хорошо возвращается как всегда у Вали много фикусов перечислю вам которые те которые здесь здесь встречаю вижу golden king сейчас фотографирую прямо ой вернее сделаем съемку дальше сорт ищем ищем new clone шикарная расцветка 1200 и 700 нет это а тоже new clone да 1200 и 700 то есть разная цена потому что разного роста череночка ну я думаю что черри вот к 13 14 число будет фикусов больше да сейчас у нас то есть у нас конвейер у нас одни укореняются другие привозятся третьи только намечаются на то чтобы черенковать то есть непрерывный процесс причем в любое время года наша кубань наш краснодарский край позволяет черенковать и зимой поначалу когда только только начинал работу мой канал многие мои зрители были просто в таком недоумении почему черенкование зимой Валь ты придерживаешься зимы лета в черенковании нет нет у нас никто не придерживается вот а Валя вот это интересно а слышали вот Валя придерживается фаз луны в полнолуние и в новолуние не сажает поливать только можно да поливать только можно сажать нельзя саттинголд 900 ну и у нас там прямо были такие стенания что хвоек мало дайте покажите покажем хвоечки сегодня побольше пока у нас людей еще немного с утра пораньше да 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 мы видели хвоечки уже пришли посмотрели но покажем вот что выудим дисхидию выудили дисхидия цветет белыми беленькими цветочками мультифлоры лодки уже все ушли вот это у нас пёстренькая как называется Валя пестралистная Вайете Вайете триколор стоит она 400 рублей 400 рублей еточка такая есть вот такая с такой яркой пестротой называется показываю вам название и образец цветения а цену сейчас посмотрим сейчас посмотрим 350 350 рублей она стоит вот еще один красивый листик выудим тоже его 350 рублей тоже вот такой вот яркий листик и вот вот такое название ох какая какие листья огромные сейчас вот такое название и такое цветение а лес прямо большой-большой а цену сейчас хочу посмотреть если увижу креплю если увижу стоит она две с половиной тысячи такая стоит не дешевенькая охоечка а вот красавица вот такие замшевые листики как бы с приплением и мягкие кажутся они мягкими сейчас попробуем прямо осторожненько но не мягкие на вид они прямо кажется должны быть мягенькими на самом деле нет но такая интересная цена 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 две с половиной ну слушайте прямо дома дорогие сорта действительно дорогие бросаются в глаза именно вот такие необычные 500 рублей стоит вот такая вот такая молодые листочки ярко окрашены вот такая красавица посмотрите сейчас как называется сорт показываю и цена и вот такая пестрота красавица это мне нравится так а мы входим дальше ну и конечно завершим эту часть и завершим часть красивой цветущими фиалочками это фиалки майя майя организатор выставки у майя есть канал флора юга там майя выставляют фотографии и объявления о выставках сейчас мы маю встретим спросим поточнее кормила если правильно я читаю продается листик 150 рублей вот такая фиалочка предыдущий сорт это был сорт просто космос розетка 450 и лист 100 рублей легче перышко называется сорт это фиалка химера вот такой цвет из химер, наверное, больше всего нравится всегда мне, я о себе когда кто-то говорит вы показываете то, что вам нравится здравствуйте, пожалуйста я показываю все, ну и конечно я останавливаюсь на том что мне нравится я же не робот красный бриллиант 200 рублей вот Дон Бутон это селекция нашей Еременко Любы мы сегодня и Любиной фиалочки тоже посмотрим Люба у нас здесь и вот игры Посейдона всегда смотрю, какие огромные голубые звезды украшают эту фиалочку с такими крупными гофрированными листочками прямо красота Татьяна вот она Лебецкая ЕЛ Еременко Любовь то есть буквы одни и те же в разном порядке разные селекционеры ну вы вы их прекрасно знаете я так думаю но у нас местных наших селекционеров я думаю тоже должны знать потому что они у нас представляют тоже фиалки достойные любой красивой коллекции это свадебное платье слушайте какая нежная фиалочка и какие красивые листья продолговатые листики покажу вам селекционера я не могу расшифровать не знаю ну я не знаю потому что я фиалками же не занимаюсь поэтому поэтому я и не расшифровываю никогда многие пишут не многие но некоторые пишут что вы должны называть сначала селекционера потом название да ну я вообще ничего не должна я в принципе и съемку делать не должна то есть по своей доброй воле показываю вам какие прекрасные выставки у нас проводятся интересное такое название психоделика вот так не знаю что обозначает название крокус правда посмотрите какое прямо говорящее название крокус прямо крокус прямо действительно весенний цветочек такой колокольчик распускается прелесть галатея это красивая фиалочка если вы смотрите видео то уже наверное неоднократно обращали внимание на галатею у нее очень пестрый лист причем есть белый краб на зеленом фоне а тут такое впечатление что зеленый краб на белом фоне и очень нежные окраски цветочки ну кстати пестрых фиалок много все таки пестролистное растение многим нравится причем пестрота есть с белым и пестрота есть с розовым оттенком земля Александры называется сорт кстати это тоже любина я уже знаю этот сорт деревенка любовь у Майи много стрептокарпусов предлагается деточек кстати уже немного осталось а вот стрептокарпусов много у нас фиалочки более популярны наверное больше им подходит наше условие наше жаркое лето не всем подходит фиалочки могут его выдерживать поэтому фиалок фиалочников у нас много и фиалок соответственно тоже много ибо как известно спрос рождает предложение вот они стрептокарпусы цены вижу 250 вижу ну вижу только 250 то есть вот детки уже рослые и продаются они вот так Майя а у тебя какая группа что вот человек может зайти и увидеть когда выставка будет ВКонтакте группа Флора Юга город Новороссийск можете узнавать там информацию когда будут проводиться выставки ТЦ Бон Пассаж город Новороссийск это Майя наш организатор так у нас уже больше 20 минут долго будет загружаться часть а мне хочется чтобы она загрузилась пораньше чтобы кто недалеко живет смог сюда к нам прийти поэтому заканчиваем эту часть до новой встречи что не знал так как Продолжение следует...